Ну то есть я хочу сказать, что это настолько как бы наглая фабрикация дела идет. То, что помните было с Голуновым? Ну это просто цветочки, это ерунда по сравнению с тем, что происходит с Аптивисаевым. Но Аптивисаев, за него прячься некому. Он не журналист, за него журналистское правозащитное сообщество в целом такую панику не поднимает. Хотя правозащитники в курсе, они делают все, что возможно, российские правозащитники. Ну все, Россия всегда ведет борьбу исключительно с террористами, нацистами, украфашистами, наводит конституционный порядок, защищает русских, но и за моральный ущерб отжимает часть территории. Согласен? Согласен. Согласен. Если спросить Россию, то там всегда... Они никогда войну войной не называют. У них война всегда называется как-то по-другому. Томсо, тебе не кажется, что по указанию Кадырова астаханские опера издевались над дагестанцами, которые толпой избили двух девушек из чеченца? Раньше такие съемки сами опера не размечали в YouTube. Я вообще не в курсе темы. Я не знаю, о чем мы сейчас говорим. Кстати, я получил еще дополнительную подробную информацию по поводу Апти Висаева. И просто кровь в жилах стынет от того беспредела, которому они подвергают этого парня. Он 15 лет просидел в тюрьме. Вот только недавно освободился. Находился под надзором. 8 лет надзора ему дали. Причем это был такой надзор, что он отмечался в трех разных государственных органах. Вы представляете? Он отмечался в СИН. Он отмечался в уголовном розыске. И отмечался в ФСБ. И это все вот в этом Норильске. На крайнем севере, где он жил со своей супругой и детьми. Со своей семьей. И вот при таком жестком раскладе, когда человек вынужден в трех местах отмечаться. Он, кстати, проведя эти 15 лет в тюрьме. Он сидел в очень какой-то глухой тюрьме, где никаких телефонов ничего не было. Он даже не умел пользоваться телефоном. То есть, его знающие люди свидетельствуют, что он даже записать номер в телефонную книжку не умел. Настолько человек отстал от цивилизации, так сказать, новых технологий. Так как провел свои последние 15 лет жизни в тюрьме. И вы представляете? Вот в этом режиме, зная его положение, зная, что он отмечается в трех этих органах. То есть, под постоянным надзором находится. Мы понимаем, что в этой ситуации еще и промышлять какой-то террористической деятельностью человек просто, ну, незаметно это делать, просто не может. Это настолько глупо. И, оказывается, он вместе со своей женой запланировал вот эту вот поездку в Пятигорск. То есть, хотел поехать отдыхать. Поехал, сначала, значит, со всеми с ними согласовал. И они были категорически против. Говорили, что он туда не может поехать. То есть, всячески его пытались не то, чтобы отговорить, а чуть ли вынудить его отказаться от этой поездки. Но они настояли, наверное. То есть, они там уже заранее что-то проплатили, какие-то отели, все сняли, билеты. Надо понимать, что билеты внутрироссийские, вот эти вот перелеты с севера на юг, это очень дорогая вещь. Это не как в Европу спокойно полетел. Там это очень дорого. То есть, они заранее, заблаговременно купили билеты, полностью все запланировали, согласовали все эти моменты, всех предупредили. Предупредили и в Норильских, и в Пятигорских. В общем, сделали все вот эти формальности, соблюли. Потом вылетели в Пятигорск. И вот по прилету их сразу же там встречают, какой-то участковый. Сразу ставят там на какой-то отдельный учет. Потом уже там, находясь в Пятигорске, они узнают, что у них якобы в Норильске что-то они топят своих соседей. Они просят своего товарища, чтобы он пошел проверил. Тот приходит, видит, что вентели у них закрыты. А это крайний север, то есть там морозы жесткие. Если ты отопление выключаешь, у тебя... А, там закрытый вентиль и был открыт балкон. А из-за вот этого мороза, если ты выключаешь отопление, оставляешь открытыми двери, то лопаются трубы у тебя, трубы отопления. И у них, естественно, они лопнули, начала вода вытекать. И реально они затопили. Но самое главное, что это не они закрыли эти вентилии, не они оставили открытым балкон. В общем, он, этот друг, это все устраняет, уходит. После этого уже задерживают АПТИ, Пятигорский. Им говорят вернуться, жене с детьми говорят, вернуться обратно на Норильск. Они звонят тому товарищу, узнают, что у него ключи в ПСБшнике забрали. И потом выясняется, что они без них там провели какие-то обыски. Что-то они там якобы обнаружили. Какой-то секретный свидетель говорит, что он вел переписку с Аптивисаем. Эту переписку я вам о прошлом эфире показывал. Там вообще какой-то бред. Ну, то есть, я хочу сказать, что это настолько как бы наглая фабрикация дела идет. То, что, помните, было с Голуновым. Ну, это просто цветочки, это ерунда по сравнению с тем, что происходит с Аптивисаевым. Но Аптивисаев, за него прячется некому. Он не журналист, за него журналистское правозащитное сообщество в целом такую панику не поднимает. Хотя правозащитники в курсе, они делают все, что возможно, российские правозащитники. Но вот этого вот ажиотажа, бума на эту тему нет. И, к сожалению, мы видим, что нагло просто, аналогом, наверное, в мире мы не найдем такой ситуации, его просто нагло хотят закрыть чуть ли на пожизненное. Я не знаю, как еще можно на это повлиять, это ситуация, на которой нужно просто привлечь какое-то внимание. Я надеюсь, что хотя бы этот резонанс, хотя бы указание на вот эти вот просто эпик фейлы в этом деле, как переписка какая-то, на это обратят внимание, просто хотя бы общество на это обратит внимание. И, может быть, удастся как-то, я не знаю, на эту ситуацию повлиять. Но этого парня, его просто хотят погубить, его судьбу, его жизнь. Только освободился, только начал немножко жить, и обратно его хотят упечь за решетку. Асаламу алейкум. Было бы для тебя возможным выйти на связь с такими каналами, как Дождь, например, и предложить им осветить тему Абти Висаева и рассказать им все, что тебе известно по этому делу. Алейкум ассалам. Хвала Аллаху, его вот это дело, оно освящено новой газетой. Там есть подробная статья, и они написали об этом. И это очень хорошо, потому что новая газета – это очень авторитетное издание. И, как правило, на него ссылаются всевозможные СМИ в России. В основном оппозиционные СМИ, не прокремлевские. Поэтому здесь какие-то отдельные издания привлекать у меня, конечно, такой возможности нет. Но я думаю, что тема сама, не освященная, она не осталась. Сейчас просто важно было бы, чтобы на это обратили как можно больше внимания, какие-то телодвижения по этому поводу были сделаны, запросы и так далее. Что касается правозащитных организаций, то с ними есть определенная коммуникация и работа по этому поводу. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.